привет дорогие мои доброе утро идет новая неделя я снимаю видео мантра недели хочешь получить чего-то начинай достигать этого в своей голове дело в том что я не случайно выбрала именно эту мантру потому что уже сегодня с утра я задумалась над тем чего мне не хватает для счастья для благополучия в моей жизни для полного удовлетворения своей жизнью и начала с головы о том что я хотела я расскажу вам возможно в конце этой неделе если на то будет время и будут какие-то положительные результаты я уверена что они уже будут потому что утро понедельника началось просто великолепно по сравнению со всеми остальными днями прошлой недели эта неделя началась хуже приятно и замечательно но нужно сказать что меня на такое очень жесткое решение сподвигла прежде всего одна информация которую я получила этим утром этим утром я услышала разговор двух женщин то ли медсестер то ли уборщик по моему они совмещают вот эти вот позиции одна из них была хорошо знакома с другой и жаловалась на то что она получает на руки тринадцать тысяч рублей дело в том что я так задумалась что на такую сумму естественно прожить практически нереально и дело в том что эта женщина без кольца и скорее всего она не замужем дело в том что конечно же это очень трудное положение о чем ей и сказала ее коллега которая работала на этой же позиции но в другом месте она говорит так нужно же смотрите какая еще зеленая листва великолепная да лежит здесь снег и зеленая зеленая трава чудо какое-то и она говорит так нужно же решать это неприятное положение вещей нужно пойти на другую работу и давай накидывать ей различные варианты о том что можно сделать чтобы улучшить свое материальное положение это женщина говорит но так я привыкла к коллективу я сейчас жду лучшего может быть мне повысят зарплату хотя предпосылок никаких нету к этому мне бы еще десяточку накинули эта женщина и говорит так день через день можно работать в каком-то частном месте вот клинике я из-за этого и подумала что возможно не медсестры потому что они там что-то моет что-то убирают и что-то приготавливают для чего-то ну в общем какая-то такая интересная история и она говорит ведь можно получать 18 работая день через день я так поняла что вот эта вторая женщина получала намного больше потому что ее просто подталкивало чувство да вот того что необходимо поделиться информацией говорит я работаю в больнице в частном секторе можно намного еще больше получить на что женщина говорит да нет я вот подожду может будет лучше хотя здесь просто нереально жить просто не на что и так далее мои дорогие вот с такими установками о том что лучшего ждать только и надеется это очень по-русски это очень сказочно если ничего не делать если никуда не двигаться то ты будешь идти назад потому что только двигаясь можно оставаться на том же месте а если ничего не делать то ситуация будет очень сильно ухудшаться по крайней мере инфляция она будет съедать все больше и больше и не останется потом ровным счетом даже той мизерной суммы до мизерной суммы которая позволит выживать в этом мире я вообще очень с трудом представляю как человек один может прожить на такую сумму денег и я с трудом представляю себе чтобы человек не хотел ничего изменить своей жизни чтобы человек просто напросто ждал чего-то лучшего и находил себе оправдание типа а вдруг мне набавят десяточку вдруг да без всяких предпосылок к этому а я уже привыкла к коллективу понимаете это все настолько хилые такие слабенькие отговорки которые просто не имеют ничего общего с реальностью жизни которая диктует нам все время двигаться все время чего-то достигать все время чего-то желать все время куда-то идти для того чтобы улучшить свое положение так вот что меня больше всего удивило обычно когда у меня есть какие-то проблемы в жизни я все это очень здорово научилась компенсировать спортом потому что если у меня начинается трудная полоса или здоровье не в порядке да какие-то женские проблемы какие-то небольшие проблемы в семье да кто-то заболел я все это компенсирую фитнесом я всегда это делала самые трудные жизненные ситуации я шла и вновь возобновляла свою карьеру тренером инструктором и соответственно это мне позволяло и заработать немножко и привести свое здоровье в отличный порядок да фигуру и все такое прочее меня больше всего удивило что эта женщина сказала что ей уже ничего не нравится ни стретчинг не йога да это именно тело движения которые должны позволять нам жить и она хочет заморозить абонемент точнее уже заморозила сегодня с ноября по декабрь на месяц ну я вам хочу сказать что такой трудной жизненной ситуации да с такими маленькими деньгами выживая без получения удовлетворения на какой-то однотипной такой монотонной работе необходимо себя поддерживать мои дорогие необходимо быть просто очень расслабленной в трудной жизненной ситуации для того чтобы расслабиться нам нужно напрягаться в спортивном зале то что напрягая мышцы в спортивном зале мы потом можем их отпустить мы потом можем расслабиться мы потом можем задышать до полным носиком расправить плечики свои подобрать живот ягодицы и просто-напросто проживать эту жизнь в более таком расслабленном кайфовом варианте чем те девочки и мальчики которые ничем не занимаются и просто-напросто насиживают себе геморрой настаивают варикоз да на своих вот этих вот работах которые которые не позволяют нам не позволяют нам получать удовольствие от этой жизни поэтому мой рецепт это начать с головы начать с головы уже сегодня изменять свою жизнь начать с головы уже сегодня кайфовать от этого мира в котором мы живем от нашего окружения от нашей работы а если она нам не нравится то просто-напросто не бояться поменять свою жизнь не бояться вот избавиться от ненужных никому отношений прежде всего нам избавиться от ненужной угнетающий нас работы начать жить полноценно радостно счастливо начать творить начать любить начать заниматься своей жизнью впустить спорт фитнес свою жизнь а самое главное радость здоровье благополучие и только позитивные мысли вот это мне ваш вам мой совет мое напутствие на всю эту неделю не забывайте о том что если вам понравилось это видео поставьте лайк и поделитесь им в своих социальных сетях так как это не только приятно мне но и очень важно для развития канала для того чтобы нас становилось все больше и больше команда единомышленников позитивно мыслящих людей которые любят эту жизнь и любят других людей не позволяяя своим каким-то амбициям не позволяя своим неприятностям оставаться и распространяться вокруг нас поэтому мои дорогие всего вам самого хорошего начните с головы это действительно уникальная техника которая позволяет через изменение сознания изменить окружение изменить свою жизнь изменить качество этой жизни и количество позитивных моментов которые мы проживаем день за днем всего вам самого хорошего увидимся на канале катарина вебер всем пока